В Сургуте прошли мероприятия, посвященные одному из главных православных праздников – Крещению Господню. По традиции, в храмах города после божественных литургий открылись купели. В этом году иордане работали и на реке. Как отметили праздник Богоявления православные сургутяне, расскажет наш корреспондент. Праздник Крещения Господня в Русской Православной Церкви входит в число двунадесятых и наделен особой символикой. Ведь считается, что именно в этот день произошло крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение для православных – это на самом деле очень радостный праздник. В первую очередь, этот праздник нам говорит о том, что необходимо быть крещенным, потому что сам Христос в этот день принял крещение от Иоанна Крестителя. При этом он не нуждался в этом крещении, как Бог. Но сделал он это для нашего премьера, чтобы сделать нас причастниками славы Божьей. По традиции купели для крещенских купаний осветили во всех храмах сургута. В соборе Преображения Господня в этом году впервые было решено построить Иордани в карьере реки Сайма. В прошлом году непромерзшая опь не позволила верующим окунуться в открытом водоеме. Новое место приглянулось сургутянам. Вполне возможно, что оно станет постоянной площадкой для проведения омолений. Для верующих предусмотрели и обогреваемые раздевалки, и горячий чай с пирожками. Купели в реке вырезали три – две мужских и одну женскую. Связано это с тем, что окунуться в прорубь решается все же больше представителей сильного пола. В то же время священнослужители советуют относиться к крещенским купаниям как к доброй традиции. Окунание – это, прежде всего, традиция. Вот об этом не стоит забывать. Это не есть какое-то таинство. Здесь не прощаются человек все его грехи, как некоторые думают. Вот эта традиция для нас православных – это проверка нашей веры, силы нашей веры. То есть у кого вера крепче. Проверить, у кого вера крепче, решились в этот день сотни сургутян. Погода благоприятствовала. Впервые за долгие годы она установилась выше отметки в минус 10 градусов, напрочь разрушив миф о жгучих крещенских морозах. Как ощущения? Хорошо. Ну а сам праздник для каждого православного носит свой особый характер. Для меня это святой праздник, прежде всего. Во-первых, очищение, наверное, скорее всего. Праздник очищения всего народа от того, что мы делаем целый год. Новая жизнь. Новая жизнь. Жить будем по-новому. Екатерина Любешева, Татьяна Расторгуева, Вячеслав Ширкунов, Сургут, Интерновости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова